Здравствуйте, Клуб редакторов на Беларусь-1 и Беларусь-24. Обсуждаем интересные темы уходящей недели. И позвольте представлю гостей, которые пришли к нам сегодня в студию. Маковенко 9. Дмитрий Жук, СБ Беларусь. Сегодня Марат Марков, ОНТ. Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси. И Вадим Гигин, руководитель общества знаний, историк, политолог. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. В самом начале программы предлагаю поговорить о информационном шуме, который сопровождал последнюю неделю заседание Высшего государственного совета союзного государства, которое, как мы выяснили, состоится все-таки 4 ноября. Ну, хотя по-другому, в общем-то, не было никаких предпосылок, что будет. Мы с улыбкой наблюдали вообще за всем этим цирком шапито, который в очередной раз развернулся. Я имею в виду параллельную реальность в виде телеграм-каналов и информационных ресурсов беглой оппозиции, которая вдруг решила, что это мероприятие не состоится. Было включено все воображение, которого там хватает. Весь поток лжи был вылет в интернет. Мы-то уже за последние года полтора-два, наверное, все выяснили, что там выдумывается целая история, целый ландгрид выдумывается, пиарится, потом обсуждаются, потом нами опровергаются и уходит в прошлое. Ну, конечно, всякое бывает. Времена пандемии, вообще времена неспокойные. Все что угодно может не состояться. Но то вопрос технический, а все вводилось в политическую плоскость. Мы слышали то, что мы слышали последние 30 лет. Минск обиделся на Кремля, Кремль обиделся на Минск. И ни шока не будет. Но в результате никто никого не кинулся эти 30 лет, только нашу бедную оппозицию все кидают. А Минск с Москвой как сотрудничал, так продолжает сотрудничать. Наверное, так оно дальше и будет. На президент встречался на днях с генеральным прокурором России Игорем Красновым. И он коснулся этой темы. Давайте мы послушаем, что он говорил. Как бы ни старались и в средствах массовой информации, особенно я заметил в последнее время, забить клин между нами. Мы люди опытные, особенно вы. Многое повидали в жизни в связи со своей профессией. И, наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но, тем не менее, хочу еще раз подтвердить, вы приехали не в чужую страну. Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября мы проведем высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг, и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее, это важный высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть, полтора десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Ну вот в какой плоскости хотел бы об этом поговорить. Но внешне страны совершенно спокойно в рабочем режиме готовятся к этому мероприятию. Нет особой шумихи. Все идет своим чередом. Вроде бы ничего такого особенного не случится. Но, на мой взгляд, я не знаю, согласен или нет, я хотел бы у вас спросить, мне кажется, что западнее Бреста и Гродно просто сходят все с ума, я имею в виду политические элиты, потому что, как на мой взгляд, задача десятилетий провалилась. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Молдова, вот эта цепь не соединилась. Она разорвалась, ну, в общем-то, она и не была соединена, и Беларусь, в общем-то, все идет к тому, что она на долгие-долгие годы не повернется, как это сделала, например, Украина, самым хамским образом к Российской Федерации и не станет называть их своими врагами. Но кто же нам это простит? Или я преувеличиваю? Здесь вот по инфошуму я бы хотел сказать, я с огромным наслаждением наблюдал за этим, понимаете? Ладно, какие-то штатные пропагандисты там из окружения беглых повылазили люди, которые прикрываются, там, фонд имени Немцова Прага, центры стратегических исследований, аналитики, которых вроде, которые консультируют какие-то западные внешнеполитические структуры. И о чем они говорили? Все, провалилось. Это знаете что? Это Путин в Женеве договорился с Байденом. О! А потом Нуланд приехала, и они разменяли Беларусь. И уже инсайды пошли, они знают, о чем был разговор. Нуландом, с Козаком, как ей все гешефты были, на что они разменивались, уже схемы нарисовали, понимаете? И вот как они сейчас, эти люди, выглядят? Прошла неделя. Это все было чушь. Вот все эти, я еще раз подчеркну, не какие-то там пропагандисты или еще кто-то, вот эти аналитики, которые пишут глубокомысленные записки, которые формируют какие-то повестки, которых с важным видом приглашают какие-то министры западные или депутаты, а они пустышка. Они ничего в белорусской повестке, в российско-белорусских отношениях, в геополитике Центральной и Восточной Европе не понимают. Вот это очень важно, в том числе для того, чтобы понять нам, почему Запад, имея таких аналитиков, в том числе выходцев с наших земель, раз за разом садится в лужу, раз за разом проигрывает, и почему у них не получается вот замкнуть эту цепь, и они проваливаются на белорусском направлении. Ведь это искреннее было убеждение, попытка собственные домыслы выдать за реальность. Для чего? Надуть значимость, получить гранты, получить финансирование под типа исследовательские программы, а на самом деле подсунуть липу. Вот это их уровень. 4 ноября еще не случилось, поэтому у них есть еще время еще раздувать что-то. Ну нельзя говорить, что эта кампания закончилась. Сейчас еще будут и вбросы, и раскачивания, и все что угодно, потому что это же те процессы, которые допустить нельзя ни в коем случае. Но интересно, что будет после 4-го, когда реально, как сказал президент, будут подписаны какие-то реальные вещи, и будут приняты реальные решения. Да ничего они сделают, что ничего нет. Они же уже подсказывали, российская армия войдет и не вернется, нас оккупируют, что они только уже не произнесли. Вы все медийные люди, еще раз хотел бы сказать нашим телезрителям, что каждый сидящий у нас здесь тоже иногда становится объектом их прогнозов, рассуждений каких-то. Вы не поверите, эти люди просто способны выдумать целую историю, при помощи своих информационных ресурсов ее распиарить. Мы потом это все опровергнем, посадим их в лужу, а с них как с гуся вода, и это абсолютно нормально. Для них это абсолютно привычный нормальный алгоритм дербанить бабки. Работу делают свою. Все. Они пытаются с одной стороны создать параллельную реальность, и поверьте, их западные товарищи, которые им платят деньги, платят именно за это, потому что есть там и другие аналитики, которые работают более, скажем так, я думаю, прагматично. Глубоко. Прагматично. Но про эти результаты они не говорят публично, потому что те результаты им невыгодно озвучивать. А вот эту команду они держат именно для того, чтобы людей, простите, колыхать, чтобы людей вводить в какое-то волнение, и чтобы где-то формировать параллельную реальность. Ведь смотрите, самое главное, вот эта постправда, она в интернете, все то, что они наговорили, останется. И уже через год они достанут то, что врали сейчас, и будут на это ссылаться, как на факты. Вот такая технология. Они уже запутались. Но это все тяжелее, тяжелее, это доставать, все заблокировано. Правильно, смысл запутать. Они сами живут в параллельной реальности. Вы посмотрите, какие поводы они находят для этого. Ну ладно же, ситуация с этим журналистом, белорусским журналистом, комсомолки, когда уже пытались столкнуть лбами, Россия и Белоруссия, все, сейчас россияне отомстят. Наврали, что он российский журналист, российского сплита. Наврали с самого начала до конца, наврали. Хотя просто идет защита бизнеса определенными личностями. Своего личного бизнеса. Давайте откровенно говорить. Мы-то знаем о том, что это речь. Ну мы знаем это, да. Мы знаем. Надо об этом зрителям говорить. Но второй момент мне понравился. Интервью Венедиктову. Нашей феи. Светы. Это не наша фея, это ваша фея. Нет, вопрос в том, что, понимаете, мне понравились комментарии, которые Венедиктов ничего не будет делать без согласования с Кремлем. Конечно. Я даже поддержу такой комментарий. Потому что таким людям именно по согласованию с Кремлем надо давать эфир для того, чтобы они сами показали собственную никчемность. И заметьте простую вещь. Ведь информация о том, что госпожа не будет больше стремиться в лидеры и баллотироваться на различных выборах, ведь она появилась значительно раньше. И здесь, чтобы ее уже добить окончательно, ее приглашает Венедиктов, показывает, и мы все наслаждаемся этим зрением. Но была еще и другая история, вот я недавно прочитала, о том, что это вообще-то наш замысел, интервью ее Венедиктову. Это мы специально через Венедиктова показали, какая она никчемная, для того, чтобы еще больше приподнять власть действующей, показать, что она решительная и действует, в отличие от нее. Но есть закономерность вот здесь. Чем ближе дата встречи или переговоров двух лидеров, Путина и Лукашенко, тем больше каждый раз возникает вот подобных фейков, бросов, конспирологии и всего этого. О чем это говорит? О том, что реально вот то, что происходит на этих встречах, саммитах, ВГСах в разном формате, это очень важные и серьезные процессы для наших двух стран, для союзного государства в целом. И они просто бесят наших оппонентов на Западе. Ну вот посмотрите, ведь мы же готовы были иметь практически аналогичные отношения с Прибалтикой, с Украиной, я просто в этом уверен. Да и с Евросоюзом мы готовы были, но самым тишнейшим образом сотрудничать. Еще раз хочу повторить, им этого не нужно. У них цель, ну, самая, наверное, цель цели это Китай, Россия номер два, наверное, ну, примерно. А мы как трамплин, как балкон, им плевать на сотрудничество с нами, им важно, чтобы еще одна ближайшая страна, очень близкая по духу, по языку, по ментальности, разорвала связи с Российской Федерацией. Я еще раз хочу вернуться к этому вопросу, все-таки, насколько это большой удар для Запада, для западной политической элиты, я про ту самую цепь, которая, в общем-то, не соединилась. Это главная их задача на территории Белоруссии, это создать этот санитарный кордон. Об этом было написано еще в начале 20 века. Вот западная англосаксонская геополитика строится на чем? Взять под контроль Хартланд. Хартланд – это Россия. Они об этом еще Макиндер писал, это их классик геополитики. Вот это между Балтикой и Черноморием находится ключ туда, потому что вот этот Хартланд – Россия со всех сторон неуязвим. И они бесконечно борются. Вот это такой вброс о том, что Белоруссия, вы знаете, это малозначимое государство с небольшим населением, небольшой территорией. Слушайте, они санкции ввести не могут, потому что это очень болезненно для них. Они вот когда ввели блокаду нашего воздушного пространства, сейчас не знают, что с этим делать. Потому что оказалось, что Беларусь облететь практически невозможно. Мне вот рассказывают, бизнесмены хотят, допустим, лететь из Латвии на Украину. Как? То есть это человек, который считает свои деньги. И облетать Беларусь ему дорого. Так это один бизнесмен. А что говорить о целых компаниях? А что говорить о целых государствах? Их стратегия на территории Беларуси полностью провалилась. Я просто зрителям бы хотел еще раз напомнить. Вот были вот такие истории, начиная, наверное, с 2015 года, когда вот, как на мой взгляд, планы у Запада были на прошлое наши выборы. Тут случилась Украина. Украина должна была быстро пасть, но она пала кровью. Лишились они Крыма. На Донбассе случилась война. И, в общем-то, я так понимаю, что Беларусь была поставлена на паузу, ну, что касается такого блицкрика, да, откровенно в лоб. Но работа велась самым непосредственным образом. Вы, наверное, сами все становились участниками истории, когда западные послы просились на регулярные встречи. У меня вдруг в графике за один, за одним начали появляться какие-то западные дипломаты. Я не шучу в прямом смысле этого слова. Вот представители госдепартамента, я уже про посла молчу, какие-то лорды с Британии приезжают вместе с Фионом, вдруг сюда начала ходить без перерыва. И чтобы не было у вас никаких иллюзий, не интересовала их Беларусь практически. Практически не интересовала. Каждый раз задавался один и тот же вопрос, что будем делать с Россией. Я об этом рассказывал, ну, дабы зрители не забывали это. И читая, так сказать, альтернативные средства массовой информации, альтернативные источники, всегда помнили это, что мы были участниками этих процессов. Россия их интересует. Мы как средство. Ну, мне кажется, что вот примерно так и стало. Дело в том, что действительно эта работа велась, и я абсолютно подтвержу то, что вы сказали. Та же госпожа английский посол Фиона, она приходила к нам и предлагала для наших журналистов стажировки в Рейтер, белтовцев, вместо тех, которые они проходили в ТАСЕ или Барьяновостях. То есть вот эта подмена, это была ее основная цель. Ее не интересовало, как мы работаем здесь, в Беларуси. Цель была оторвать, вовлечь свой мир. Ну, вот на сегодняшний день, да, это так. Ну, вместе с тем, в самой Европе как-то в последнее время неспокойной и возмутителями спокойствия, извините, автологию, стала Польша. Ну, что, в общем-то, неудивительно. Не первый раз. Польша там что-то пошутила с ЛГБТ по поводу ее пропаганды. Польша провела судебную реформу, где там подчинила государство себе, в общем-то, судебную систему, что вызвало недовольство в Европейском Союзе. В результате они получают регулярный отлуп за беженцев, которые все еще вешают на нас, там, на Лукашенко, но Польша все чаще за это получает. Не получили деньги на свой смешной забор, который там валит. Три мигранта мы видели уже многочисленное, видели видео. Варшаву выгнали из Европейской судебной организации накануне, вы видели, и грозятся едва ли не исключить из Европейского Союза. Польша в шоке. Вы видели это чудо, слышали, наверное, или читали стенограмму, чудо выступления премьер-министра Моровецкого в Европарламенте, который сказал, вот я все-таки от тезисы пометил, что мы часто имеем дело с Европой двойных стандартов, молодец. Правила жизни должны быть для всех одинаковые, молодец. Неприемлемо использовать язык финансового шантажа. Я отвергаю язык угроз. Этот шантаж является методом политики в отношении одного государства. Демократии так не поступают. Гениально просто. Все подумали, что он про республику Беларусь говорит, а он говорил про Польшу. Министр настранных дел Беларуси потроллил его. Но вместе с тем сегодня пресс-секретарь правительства Польши по радио заявил, что Польша хочет использовать право вета в Совете Европы в знак протеста против того, что суд ЕС оштрафовал Варшаву. Они там еще по миллиону должны. Ну, конфликт нарастает. И чем это закончится, непонятно. Одновременно мы стали свидетелем того, что Польша перебрасывает войска в границу с республикой Беларусь в районе польской деревни Вейки, 6 километров от Беларуси. Полным ходом идут работы по оборудованию полевого лагеря 12-го механизированной дивизии. Вот у нас есть графическое изображение, по-моему, с одного из телеграм-каналов, рассчитанного на размещение 3,5 тысяч военнослужащих. То есть в ближайшее время в дополнение к 10 тысячам добавится еще 3 тысячи. Но это еще не все. В районе Белоподляска в ближайшее время будет развернута 10-я танковая бригада 11-й бронекавалерийской дивизии. Сейчас там находится один батальон численностью 700 человек со своей штатной техникой, 58 танков «Леопард». Я думаю, что в ближайшее время там появится еще какая-то тысяча дополнительных военных. Итого, военная группировка Польши возле нашей границы раздувается до 15 тысяч человек. Ну, сначала они в составе контингента НАТО убивали иракцев, афганцев и сирийцев в Сирии на территории этих стран. Сейчас они делают это на своей границе. И вот эта техника, это против мигрантов акт устрашения? Или они собираются напасть на Республику Беларусь? Или это просто бряцание? А вы знаете, это очень такая хитрая, многоцелевая вещь, которую проводит Соединенные Штаты. Ведь посмотрите, что делает сегодня Польша. Ведь эта техника не берется ниоткуда, это натовская техника. Основной, скажем так, держатель НАТО – это Соединенные Штаты. И Польша, как проводник интересов США в Европе, ну, это старая история, много раз про нее говорили и в клубе. Посмотрите, она, с одной стороны, ослабляет Евросоюз, как конкурента Соединенных Штатов. С другой стороны, ситуация на восточной границе Польши работает в развитии интересов США по нейтрализации России, ну, и Белоруссии, соответственно, тоже. И вот Польша, она такой не гиена Европы, как когда-то писали, а теперь троянский конь Европы, да? Хватает. Да, она шатает во все стороны. И куда ее шатнет больше, очень сложно спрогнозировать, ну, по крайней мере, мне, да, как журналисту, возможно, политологи. Но то, что там зреет напряженность и узел напряженности, а если к этому добавить напряженность внутри польского общества, и политическую, и социальную, то, вы знаете, как-то неуютно становится жить рядом с таким, ну, скажем так, бурлящим соседом. Тут один момент есть. Мы должны, наверное, разделять все-таки две эти вещи. Польша не случайно, вот это выступление Моровецкого в парламенте, в Европарламенте, оно не могло быть отсебятины. Оно, очевидно, было согласовано. И согласовано с главным, ну, как-то, с главным. Ну, точно и с Брюсселем. Да, не с Брюсселем, нет. И момент, на самом деле, то, что вы вспоминали, Михайлович, по поводу санитарного кордона, да, и если вы в газете «Советская Беларусь сегодня», да, откройте карту, посмотрите, очень наглядно показаны страны, которые входят в блок НАТО, и страны, которые еще не входят в блок НАТО, являются так называемыми партнерами. Почему сейчас огромное количество различных официальных, полуофициальных делегаций встречаются в Швеции, в Финляндии, и они почему-то едут из НАТО, да, для чего? Для того, чтобы нейтральная, подчеркнутая нейтральная позиция той же Финляндии, которая была после войны сразу выработана, она стала более агрессивной в отношении России. Вот этот санитарный кордон к этим розовым странам, которые здесь, да, партнеры НАТО, так называемые, относятся ведь и Грузия, и Украина. И если мы замкнем этот круг, сверху, с севера, Финляндия, Швеция, да, потом идет снизу под брюши России, под брюши союзного государства, давайте говорить откровенно, это Украина и Грузия, и получается кордончик хороший. И Польша в этой ситуации, она именно граничит с той страной, в которой пока ситуация не разрешилась, на взгляд НАТО. И тут один еще момент хочу, чтобы вы напомнили, вспомнили. Как в 2003 году начиналась ситуация в Ираке? Ведь это был уникальный случай в истории, когда огромная группировка войск американских, там порядка 200 тысяч, да, она за 10 тысяч километров начала военные действия. А ведь тот человек военный, он прекрасно понимает, что для этого нужно. Ведь самое главное, это не только войска, это обеспечение. И да, для американцев было определенной трудностью, что Турция закрыла свою территорию для прохождения наземных войск на территорию Ирака. Американцы были вынуждены выбрасывать десант, да, тогда. Причем достаточно немногочисленный, но он решил свои задачи. Я к чему это объясняю так подробно? В мире существует порядка 800 американских баз. Америка, как страна, она обладает 95% всех военных баз в мире. Чтобы мы себе представляли эту цифру. На их содержание она тратит примерно 150 миллиардов долларов в год. И эти базы, вот даже по этой же карте, есть еще ряд военных карт. Эти базы находятся примерно в 160 странах и территориях. Так вот, для чего нужна Польша? И почему Польша ведет себя, извините, так борзо? Потому что последняя информация, которая была, в Литве, Латвии, Эстонии военные базы есть? Да, появились. Последняя, по-моему, это латвийская, там, военный аэродром, который еще с советских времен. То же самое Польша. Ведь для того, чтобы, еще раз подчеркну, для того, чтобы начать военные действия в любой точке мира, не надо содержать многомиллионную армию. Для этого достаточно иметь подготовленную инфраструктуру. А дальше в Европе война Вторая мировая когда закончилась? 80 лет, ну там, 75 лет назад, да? Почему в Германии осталось почти две сотни американских баз? Почему в Корее? Почему в Японии остались сотни американских баз? Ведь Китай – это тоже противник, да? Потенциальный, но противник для США. Поэтому для того, чтобы развязать войну, совсем не обязательно, там, 300-500 дивизий держать на границе с Беларусью или на границе с союзным государством. Для этого достаточно подготовить инфраструктуру. Достаточно провокации. И получить абсолютно адекватных вассалов, которые готовы будут, чтобы твою территорию, твое население стало заложником военных действий. Америка находится далеко, за 10 тысяч километров. А воевать будут поляки, литовцы, латыши и так далее. Вот о чем нужно напомнить. Именно поэтому Польше дали карт-бланш в отношении с Евросоюзом. Общайтесь. Вы вообще вспомнили ираксскую кампанию. Мне это в 1941 год напомнило вот это окружение. Еще совсем коротко. Здесь, кроме геополитики, о которой правильно говорили здесь, есть внутриполитический фактор. У писавцев, правящей партией, нестабильная внутренняя ситуация. Их конфликт с Брюсселем приводит к активизации такой проевропейской либеральной оппозиции. А эти взгляды разделяют достаточно много поляков, особенно городских жителей, молодежи. Мы это видели по прошлому. Уже демонстрации были. Конечно, и по прошлому году, и в этом. И они за счет военной истерии, белорусофобии, исламофобии, ксенофобии, они мобилизуют свой электорат. И, кстати, нужно отдать должное. И в этом контексте рассматривать вступление Моровецкого делают это достаточно успешным. Вот то, что не получилось у литовской политической элиты, оно полностью провалилось, и конфликтом с Беларусью спровоцировало тяжелейший внутриполитический кризис сейчас в Литве. Вот писавцы, они свой националистический, и шовинистический электорат, который нацелен на особое место Польши в мире за счет вот этой военной истерии, нагнетания, все, завтра война, нам угрожает Беларусь и Россия. Почему вот здесь вдруг понадобился Путин? Что вот мигрант, это не только Беларусь, но и Путин. История Москвы, да. Да, потому что это рука Москвы, они сейчас все исторические страхи провоцируют. Они прекрасно себе отдают отчет в силе вооруженных сил, извините за такую тавтологию, Беларуси и России, безусловно. И несмотря на то, что в последнее время мускулы у поляков, их армии достаточно накачали, но они прекрасно понимают, что открытое противостояние окончится для них поражением, и оно им тоже не нужно. А вот внутри Польши набрать политические очки, да, они на это делают ставку. Ну, в общем-то, они не скрывают, что не собираются довести до военного конфликта вот это все. Но посмотрим, чем это все закончится. Мне беспокоит ситуация, что, конечно, они обвиняют Беларусь, я имею в виду Польшу, в каких-то провокациях на границе. Помните, это какая-то бестолковая стрельба якобы холостыми патронами в их сторону, какие-то морежи. На самом деле, я считаю, что это часть технологий, это подготовка почвы на всякий случай или на всякий случай для того, чтобы, если вдруг что-то случится, ну, естественно, кто виноват? Беларусы. Мы же вам рассказывали, что они уже и стреляли в нас, ему лежи подбрасывали, и мигрантов через забор переврасывали. Поэтому вот это настораживает. Мы же видим, что на границах пограничники практически лоб в лоб соприкасаются. Это, как правило, связано с какими-то конфликтами. Если на территории нашей стороны все спокойно, то с их стороны это сопротивление, ну, до стычек уже доходит с мигрантами. И здесь искра может вспыхнуть, может закончиться бедой. И продолжает Запад обвинять Беларусь в том, что они организованно, вроде бы, сначала откровенно писали, перевозят мигрантов в нашу сторону. Я почитал европейскую прессу на русском языке последнего времени. Вроде бы я не видел, чтобы так уже откровенно. Они говорили, ну, нет такого, что мы автобусом собираем этих людей, садится два генерала за рулем, рядом президент Беларуси на своей машине, и они этих мигрантов везут в Польшу. Немножко другая риторика появилась по поводу безвиза, которая у нас существует в нашей стране, по поводу необустроенности границ, по поводу заявлений. Но, тем не менее, какой-то пакет санкций очередной они в отношении нас пытаются ввести. А вместе с тем, недалеко от польского города Торунь, полиция задержала гражданку Польши, которая перевозила 42 нелегальных мигранта в гражданском автомобиле, сообщает РМФ 24 радио. В машине находились 31 мужчина, 6 женщин и 5 детей, которые ехали стоя в грузовом отсеке автомобиля. Трое мигрантов из-за плохого самочувствия были доставлены в больницу. Ну, я не знаю, но это уже, наверное, десятка-полтора таких случаев, когда задерживают перевозчиков. И ни один из них, насколько я знаю, может быть, есть какие-то исключения, не имеет никакого отношения к Беларуси. Мы с Ольгой Александровной до этого разговаривали о том, как сейчас работает какое-то международное право, международные политики. Пришли к выводу, что нету права, что нету даже правил, а есть какие-то бандитские понятия. Любой может любого бездоказательно обвинить, повесить ярлык, еще и санкции ввести в отношении Беларуси. Ну, это мафия. Кстати, нужно дать должное полякам, многим, и в соцсетях польских, они пишут об этом, они видят там, если, допустим, Средиземноморский канал, Балканский взял под контроль косовская мафия, тоже создали себе такое полугосударство, сами его признали, привели к власти мафиози, которые занимались торговлей людьми, контролировали наркотрафик. Сейчас они контролируют доставку мигрантов в Европу. Здесь украинские мафиози, которые сплелись с польской мафией, а у нас многие про это мало знают, помнят польскую мафию, когда челноки наши ездили и на дорогах тогда останавливались. А она никуда не ушла. И очень серьезно это беспокоит, кстати говоря, Германию, создание вот этих новых восточноевропейских мафиозных групп. Кстати, это хорошая тема и для наших журналистов. Вот этот черный рынок мигрантов, там действительно нет белорусов, но только если беглые какие-то не подключились. Ведь проблема не здесь. Их там размещают, их там ждут. Они же идут туда уверенно, говорят, меня там ждет брат, сестра, племянник. Они знают конкретную гражданку Польши и конкретного гражданина Германии. Там очень много приехало людей, опять-таки, из тех же Балкан, которые имеют этот опыт. Создана инфраструктура этой нелегальной миграции, но по ту сторону границы. Ну вот по поводу международного права буквально пару слов. Видели опять продолжение истории с ИКАО. Рассмотрим промежуточный доклад по посадке самолета Ранейр в Минском аэропорту. Опять не хватает каких-то фактов. В ходе доклада отмечено, что белорусская сторона представила большой объем документов, аудио и видеоматериалов. И по-прежнему рабочей группе требуется больше времени для установления всех обстоятельств событий, произошедшего 23 мая. Также было отмечено, что нет уверенности в том, что группа подготовит окончательный отчет в ходе текущей 224-й сессии. Он может быть перенесен на следующую сессию. В февраль 22-го года. Сначала ноябрь звучал, уже февраль 22-го. И оно будет переноситься. Вопрос в чем? Самое главное, что нам стоит знать и понимать. Наши авиационные власти, департамент, запросили у ИКАО, скажем, данные объективного контроля с борта самолета. То есть самописцы, аудио, существует, все там существует. И получить они эти данные не могут, потому что на самом деле вот их обнародование, их публикация, четко завершит все домыслы. Принудили, как говорят, сами приняли решение. Вот это тот последний момент, за который держится ИКАО, чтобы сохранить, а, лицо, б, продлить санкции. Вот сегодня, кстати, появилась информация, потому что санкции вещь такая, обоюдоострая, что американские авиакомпании просят власти Америки говорить с российскими властями, чтобы расширить количество полетов через территорию России, потому что иначе они грозят отменить многие рейсы из-за неэкономической несостоятельности, нерентабельности. Понимаете, вот этот мир, он действует какое-то время, мир санкционного давления. Если за это время те, кто вводит санкции, не достигли своего результата, дальше эти санкции в обратную сторону наносят вред и тем, кто их вводил. Так вот этот дедлайн по Беларуси, скорее всего, идет к какому-то завершению. Уже есть первые примеры. Бельгийцы, которые потребовали смягчить санкции. Вообще, показатели нашей экономики, конечно, всегда хочется очень осторожно об этом говорить. Мы понимаем, в каких дичайших условиях мы вообще работаем, начиная от пандемии, заканчивая этим давлением, и тем не менее, осторожный оптимизм и по заработной плате, и по росту ВВП, и много других показателей, конечно, говорит о том, что чего добьются европейцы, так это разрыва контрактов с белорусами, и эти контракты получат на востоке от нашей страны, мне кажется. Ну, посмотрим, наверное. Тут очень важным критерием будет являться вот эта приемка или утверждение этого нового пакета санкций, что он собой будет представлять. Потому что если действительно нормальное уже понимание ситуации есть, в том числе и по беженцам, потому что вот эта информация, она ведь расходится не только в Беларуси. О том, каким образом организован трафик, кто за этим стоит, кто получает доходы, и какова роль Беларуси в этом. Потому что так или иначе, с Эрдоганом они вынуждены были договариваться. Деньги платят огромные. Да, для того, чтобы Эрдоган выполнял ту функцию, которую Беларусь выполняла до событий 2020 года. Да, когда останавливало 30 тысяч мигрантов ежегодно. А сейчас, ведь сами обратите внимание, то те цифры, которые озвучиваются, что Польша вернула там на территорию, Литва в лагеря разместила там несколько десятков, несколько сотен мигрантов. Но ведь цифры Германия уже говорит о тысячах. Которые через Польшу дошли. Которые уже прошли. Да, то есть речь идет о том, что трафик на самом деле очень успешный. И бизнес очень успешный. И налаженный уже. Ну, и те цифры, которые нам показывают, что вот через забор перебросили там очередную группу, это малая толика того, что на самом деле проблемой уже стало для Германии, для Европы в целом. И прогноз такой, если эти санкции будут такими, если будет даже принят пакет, но это будет исключительно такой символический шаг, это значит, есть надежда на то, что головы, наконец-то, начнут работать. Ну, еще в 16-м году я увидел как-то недавно цитату, заголовок Зэмон в Чехии принимает. Ангелу Меркель сказал, что слышите. Президент Чехии. Да, президент Чехии сказал, прямо в глаза Меркель, вы позвали мигрантов к себе в страну. Они же тогда, по-моему, пообещали рабочие места. И не перекладывайте с больной головы эту проблему на здоровье, когда они начали квоты. Меркель прямо сказала, говорит, мы справимся, мы сможем. Она о том в сентябре 15-го года об этом заявила. Представляете, какой триггер для мигрантов был. Вспоминают, потому что, действительно, когда к мигранту сами говорят, нас позвала Мутер Меркель, мы идем к ней. Продали все. Такие проблемы. Так она же четко обозначила, что неважно, в какой стране мигрант пересечет границу Евросоюза, мы его в Германии примем. Это был ключевой посыл. А дальше будет больше, потому что в Афганистане кризис гуманитарный не просто там накалился, а там люди голодают. Там треть населения уже голодает. И понятно, что они пойдут, потому что выхода из этой ситуации тоже никто не предлагает. То есть все счета заморожены, денег нет, доры закрываются, их никто не открывает обратно. И мы должны понимать, что беженцев станет еще больше. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация. К нашим еще одним соседям, Украина. Энергоатом выкупил почти всю доступную мощность для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре. Сдрада откралась, откуда и не ждали. Украина, я так понимаю, до 1 ноября у них были санкции в отношении нашей энергосистемы. Они обещали не покупать электроэнергию, но хитро сделали. 1 ноября уже так холодно, да? Они все-таки понимали, что рано или поздно температура будет понижаться. И вот они сделали вид, что ничего этого не существовало. Энергоатом выкупил почти всю доступную мощность межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре на 885 мегаватт из 900 мегаватт предложенных Украэнергом на аукционе в среду. Вторым победителем аукциона стала ООО «Электро» комьюнити, которая закрепила с собой мощность в 15 мегаватт. Ну вот, для меня это история очередного предательства. Это как с Афганистаном, когда Соединенные Штаты Америки, Евросоюз входят, вошли в Украину, сейчас вот в Молдову входят, Прибалтику, обещали кучу всего. Эти атомную станцию в Литве закрыли, предприятия позакрывали. А когда приходит беда, когда наступают проблемы, Запад делает вид, что ничего не происходит, разбирайте сами с своими проблемами, я уже видел, что и Молдове вроде бы сказали. Вы сами там по газу разбирайтесь с Российской Федерацией. Так дело в том, что это их позиция. Они всегда хотят, чтобы за их политику платил кто-то другой. Получается так пока. Ну, с Украины, нужно сказать, что даже наши эксперты предсказывали, и даже беглые некоторые экономические аналитики осмотрел, что Украине рано или поздно придется покупать электроэнергию у Беларуси. Это рассчитывалось достаточно легко, потому что нужно было посмотреть энергобаланс украинский, чтобы это понять. По газу, вспомните, какая была пропаганда, слушайте, да сейчас газ упадет, ну что вы, белорусы, заключаете с Россией? Тену будет останавливать не Путина рынок. В августе прошлого года вот эти протестуны, они когда говорили, а как вы будете с Россией? Говорят, зачем нам газ уже скоро будет по бросовым ценам? Где эти бросовые цены? Литва задумалась, поговаривают, о том, чтобы покупать белорусскую электроэнергию. Литва, которая возглавила крестовый поход против нашей БелАЭС. Ну а из Сеновского еще есть шенгент? Ну вот у меня такое... Гороишь поехал, где-то там за границей находится. У меня сейчас возникло такое желание, вот скажем, некоторым лидерам и политическим, и экономическим аналитикам с сопредельным государством к Новому году выслать грабли. Вот они каждый год на эти грабли наступают. Ну вот знаете, про грабли, про аналитиков, по поводу того, что нужно всегда найти того, кто виноват, вот буквально накануне нашей выхода программы прочитала. Депутат Рады Украины обвинила Беларусь и Россию в убийстве украинской энергетики. Специально. И как она это объясняет? И чем? У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Беларуси, к полной зависимости от импорта из этих стран. Закончиться это может очень плохо, прокомментировала депутат правящей партии. Она забыла одну вещь вспомнить. Если... Основная причина, почему? До 2014 года Украина де-факто являлась поставщиком электроэнергии. Почему об этом никто не говорил? До 2014 года... Там уголь был свой, который энергетический. Мы убили энергетикой... Нет, подождите, давайте вспомним, что произошло в 2014 году. Может, мы уже забыли, да? Что в 2014 году произошло? Майданчик. Революция. Революция достоинства. Гидности. Давайте вспомним, 30 лет назад идет развал Союза. Украина при Кравчуке, Кравчук был так, взяла курс на независимость. 1 декабря они провели тогда референдум, который, ну, и приговорил уже окончательно Советский Союз. Им тогда говорили, не только представители правительства союзного, ученые, что вы делаете? Есть единый экономический организм. Украина полностью вписана вот в это наше и советское, и постсоветское пространство. И это не заговор какой-то. Ну, что там за депутат? Ну, многие у них, к сожалению, сейчас такие депутаты. Правящая партия. Какой заговор? Это заговор истории. Украина часть вот этого нашего не только суперэтноса, но и суперорганизма единого, и культурного, и цивилизационного, и, безусловно, хозяйственного, экономического. Но никуда они от него не сбегут. И никому они не нужны со своей экономикой, со своим углем, со своим кривым рогом, откуда происходит Зеленский на Западе. Но наши они. Им хозяева не позволяют это говорить. Вы же видели недавно выступление кого-то из высокопоставленных чиновников по поводу того, что может быть, что должно произойти, чтобы Россия и Украина опять стали, так сказать, братьями. Он сказал, ну, естественно, вернуть Крым, освободить Донбасс, извиниться и признать, что мы не являемся народами из одного корня. То есть вопрос ставится гораздо серьезнее, даже чем наличие или отсутствие атомной станции или угольной шахты. На Западе ставится вопрос, чтобы украинцы раз и навсегда признали, что они больше американцы и индейцы, чем славяне. Тут еще есть несколько новостей в этой связи. Я уже так буквально коротко... Ну, какие новости? Вы знаете, что славянская ТЭС тепловая остановилась, да, да, не хватает у них там угля в Украине. В городе Кропивницке двухлетняя девочка получила переохлаждение в детском саду, в котором нет отопления. Это бывший Кировоград, я понимаю. Да, вы представляете, до какой степени там все дошло, что мерзнут в детских садах? Ну, это, ну, ладно, бывает разно. Бывают у государства проблемы, да, ну, всякое бывает. Там сгорели у них там ТЭЦ, я не знаю, трансформаторы разорвались. Но вы, заразы, разругались с ближайшими соседями. Попросить не у кого, да? Так попросите у своих хозяев в Брюсселе, пусть они отопят вам детский сад. Так даже если не попросят, все не дадут. Они заняты своими проблемами. Сейчас каждый там спасает сам себя. Каждый решает свои проблемы. Но у нас тоже есть проблемы. И не до Мордовы, и не до Украины. Но Александр Григорьевич сказал, ну, вы же слышали, что, как всегда, что мы поможем, люди здесь ни при чем. Но что самое вопиющее, это только могло в Украине произойти. У них в больницах 5-6 раз выросло потребление кислорода. Вы же знаете, что они одна из самых проблем на плане ковида стран. Два завода, которые поставляют кислород в ковид-больницы страны, приостановили работу в Украине из-за регламентных работ. Еще один производитель имеет технические неисправности. Вы представьте, что в разгар какой-то там четвертой уже или пятой волны. Еще не сказали, что это диверсия Белоруссии и России. Простудные заболевания. Октябрь месяц, ноябрь скоро. Вот это очень повышает цену кислорода на рынке закупок. Понимаете, о чем я говорю? Это точно так же, как произошло с газом, с углем и со всем остальным. Снова чей-то бизнес. Бизнес на жизнях своего народа. Один момент надо, чтобы вы представили себе. Ведь в Украине разворачивается новая очередная интересная компания. Информация только появилась, но она заслуживает нашего внимания, хотя бы в контексте рассматривается весьма интересно. У них программа энергоэффективности разрабатывается, да? Так вот, эта программа предполагается за три года потратить на эту программу 11,5 миллиардов долларов. Теперь вопрос, а куда уйдут эти деньги? Теперь вопрос, сколько миллиардеров появится? Появится. Нет, это ведь программа продвигается офисом президента Украины. Сейчас. То есть, по сути, это пришла новая когорта. Да, это не Ахметов, это не другие товарищи. Им тоже надо зарабатывать. Белорусам не надо лепить из вот этой Украины, как сказали, где каждый президент все хуже и хуже, для белорусов какой-то светлый образ. Но есть у нас там родственники, многие ездят туда. Сюда прибыло огромное количество беженцев. И давайте прямо скажем, до сих пор украинцы продолжают приезжать в Беларусь. Нам не надо рассказывать об Украине, что там хорошо. Украинцы сами расскажут. И то, что они рассказывают, от этой картинки далеко. Украина в проекте Запада, как сейчас многие говорят, это анти-Россия. Но это не только анти-Россия, это и анти-Беларусь. Но вот эта глупая попытка из Зеленского сделать анти-Лукашенко, она тоже провалилась. Давайте вспомним, когда они еще нормально общались, и у нас были форумы регионов. Видите, как батька выглядел? И на его фоне Зеленский терялся даже своих привычных профессиональных, терял свои привычные профессиональные навыки. Лукашенко может вести свою, если угодно, политическую игру, а уж тем более политическую линию, в любых заданных условиях. Зеленскому до него очень далеко. Когда... Один пример просто, может быть, да, под окончанием этой темы, если позволить, Михайлович. Когда начинают говорить о том, как замечательно сейчас в Украине, я всегда привожу только один пример. Вот в любой аудитории он срабатывает. Хорошо. Если огромное количество пенсионеров имеют пенсию меньше, чем коммунальные расходы, это достаточно для того, чтобы понимать и оценивать ситуацию. Что касается ковида, бог с ней, с Украиной людей, жалко надеяться, что все у них будет хорошо. У него тяжелая ситуация, хотя, что касается, в том числе и нашей, с одной стороны, в последние дни мы слышим о том, что, как это называется, сдержанный оптимизм. Все меньше поступлений, вроде бы, как и кислорода хватает, и кое хватает. У нас, в общем-то, эта система налажена. Конечно, не без трагедий человеческих, мы все об этом знаем. Конечно, нужно вакцинироваться. Это очень важно. И использовать маски там, где нужно, и нужно вакцинировать. Несмотря на то, что наши альтернативные, так сказать, опять пытались эту тему раскрутить. Вы же видели, да, в том числе, ну, как всегда у них президент. Под ударом они его выставляют и антипрививочником уже, и антимасочником, и человеком, который вроде бы и... И вообще эту болезнь, мы помним эти старые, с прошлого года сказки. Помните? Он уже сейчас говорит, да, отстаньте вы от меня. Я пошутил, это было образно. Там про трактор, про того, что вируса нет. Каждый день проводились какие-то совещания. И сколько там, год назад, полтора, было поручение свою вакцину начинать производить в нашей стране. Поэтому, ну, как по мне, то я думаю, что в ближайшее время мы начнем справляться со всем этим. Президент, мы видели на этой неделе, был в красной зоне, посещая Литскую больницу. И опять коснулись вопроса прививок, масок. И он высказал свое мнение. Давайте послушаем, что он сказал. Культура масочного режима только у врачей. Они знают, когда поменять маску, надо менять, не надо, когда одеть, когда снять и так далее. Вот тут сто процентов. Я рад бы был, если вот эти вот люди, которые находятся в зоне риска здравоохранения, социальная торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее, тоже в помещениях одевали маски. Но маска, это их дело. Вот тут мы, тем более, не должны настаивать. Надо, люди оденут. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо на грудь человеку коленом и шприцем колоть вакцину. Вот я против насилия. Вот я хотела сказать по поводу вакцинирования. На прошлой программе мы тоже об этом говорили. И потом в мой адрес посыпалось очень много комментариев по поводу того, что вот она сидит, говорит, что не надо обязательно вакцинирование, не надо давить на людей, а вот родственники, родные, умирал ли у нее кто-то, болел ли кто-то. Ну, болели, слава богу, не умирали, и сама я переболела. Так вот, к чему ведет вот такое повальное обязательное вакцинирование? Мы, например... Коррупции. Безусловно. Мы видим картину вакцинированных, у нас количество вакцинированных растет, у нас вакцинируются беременные женщины, кормящие мамы, и мы видим реальную картину вакцинированных, потому что у нас на паспортах о вакцинации не делают бизнес. Да. Мы видим реальную картину. Там, где есть обязательное вакцинирование, тут же вырастает теневой бизнес, который... Кстати, это пример Украины, где уже говорят о том, что там все паспорта, и вакцинация маленькая, но и все купленные паспорта о вакцинировании, это купленные паспорта и проданные паспорта. Поэтому президент поступает очень правильно и говорит очень правильно в плане того, что не надо давить на грудь, нужно просто позволить сделать вакцину для людей доступной и не надо на этом рядом создавать ценевые бизнесы. Наш коллега буквально недавно вернулся из Египта, отдыхал, и там разговор у них, не белорусов, скажем так, кто там сейчас отдыхает, а сколько стоит паспорт. Белорусов это коробит. Вот помните, когда в Европу приезжаешь и переходишь дорогу на зеленый свет, а другие идут на красный, сразу видно белорусов, он стоит. Вот здесь разговор о том, сколько стоит паспорт вакцинации, он белорусов коробит. У нас это невозможно. А там это бизнес. Бизнес. Причем эти люди из города, информация появилась буквально через 4 дня после того, как коллега это рассказывал, в этом городе население 23 тысячи, чтобы было понятно. Правоохранители его накрыли, и вот в российские информагентства передали, что вот эта фирма выдала на 23 тысячи 11 тысяч фальшивых паспортов ковидных. Представляете, вот какие... Ну и еще, да. Поэтому я и хотела сказать, что у нас действительно в реанимациях вакцинированных нет, потому что у нас тот, кто имеет паспорт вакцинации, реально вакцинированный человек, понимаете? И это не говорит о том, что в реанимациях тех стран, у которых эта вакцинация обязательно, появятся люди вакцинированные. И какой процент вакцинированных, как его правильно высчитать, когда вот рядом еще с тобой паспорта продают, будет очень сложным. Иван Николаевич, прошу прощения, хочу дополнить еще одним моментом. Вот наша обозреватель, Алена Диодина, психолог, она обратила внимание вот совсем на неожиданный момент, который мы вот за этим бегом не замечаем в действиях главы государства. Вот на самом деле, ходя в красную зону, ведя себя довольно раскованно, свободно, говоря о добровольности, о том, что нужно объяснять, нужно где-то уговаривать, он тем самым в сложной ситуации, психологически сложной, когда человек попал в беду, демонстрирует поведение вот такое гуманистичное, человеческое, нормального отношения к другим людям, особенно к тем людям, которым плохо. Хотел бы обратиться, чтобы все, в общем-то, разобрались в этом вопросе. Естественно, я не видел, чтобы наше государство выступало против масок или против вакцины. Что касается масок, ну, естественно, мы знаем, к сожалению, потому что вот я почему выбрал этот момент, когда там были более важные вещи, конечно, но вы все видели эти репортажи, потому что я полностью с этим согласен. Мы знаем, что маску нужно носить полтора-два часа, потом ее взять и утилизировать, а не таскать из кармана в карман днями, не часами, не минутами, а днями. Есть еще более вопиющие вещи, которые мне вот Ольга Александровна рассказала, в очередях, которые бывают. Еще дележка масками на кассе, когда был момент, когда нельзя было без маски кассиру обслужить покупателя, потому что она будет за это наказана. И были добрые люди через два там человека, от этого человека, который рассчитывается на кассе, которые вытаскивали из кармана свою маску, протягивали, человек одевал маску, потом он ее снимал, протягивал человеку, который отдал, тот подходил к кассе и опять одевал маску. Ну вот и где здесь... Поэтому пользуйтесь правильно, носитесь, и мы пропагандируем это у нас ролики на наших каналах с первого дня практически, уже полтора года идут ролики, которые сначала призывали вас соблюдать дистанцию, носить маски. Тогда не было вакцины, и, конечно, был страх большой, неведение, мы не понимали, что будет. Но сейчас, мне кажется, когда уже есть вакцина, скоро, мы надеемся, появится белорусская, но нужно идти вакцинироваться. Я сам переболел коронавирусом, полгода назад я сделал себе прививку, и я бы хочу сказать, что это проходило в виде легкой простуды. Мы не знаем. Вот сейчас вот, да? Вот сейчас. А я думаю, где вы пропадали бороду отраслили? Я фейк придумал, что Иван Эйсман, он переводил мигрантов две недели через границу, под зарослым, а оказывается... Я под видом сирийца. Сирийца, да, я-то думаю. Боялся спросить. Вы тоже особенно переболели. Говорят, что ковид влияет на выпадение волос, а у вас, видите, наоборот. Нормально. Если заниматься спортом и еще и прививаться, то я уверяю, что никаких проблем не будет. Поэтому каждый должен, конечно, задуматься над своим здоровьем. Государство тратит огромное количество сил и денег на это. Свою вакцину ученые бьются над ней. Пожалейте врачей, которые с утра до ночи в этих больницах, рискуя своей жизнью. У них же тоже есть семьи, позаботьтесь о своем здоровье. Я вопиющий случай слышал, когда они вовремя не обращаются, в больницы боятся, когда не хотят ложиться в поликлиники, приходят уже на поздних стадиях. Вирус какой-то, ну, насколько я, в общем-то, столкнувшись с этим и поговорив с врачами, понял, что совершенно какая-то другая уже модификация этого вируса. Очень много молодых людей болеет, поговаривают, что быстрее передается. Если раньше было много фактов, когда в квартире вместе живут и не заражаются, сейчас все меньше и меньше таких фактов. Поэтому занимайтесь своим здоровьем, носите маски там, где нужно и как нужно, и вакцинируйтесь обязательно. А государство все остальное, все, что положено от него, сделает. Завершая нашу программу, ну, есть еще несколько интересных тем, которые показались важным, достойны большего времени. ДФР КГК перекрыл криптовалютный канал финансирования протестной деятельности в Беларуси, которая не финансировалась по легенде. Криптообменник работал на анонимной основе, был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. Установлено также, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе за границей переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддержавших незаконную протестную деятельность, уточнили в комитете госконтроля. По фактам уклонения доплаты налогов в отношении пяти граждан Республики Беларусь возбуждены уголовные дела, ущерб 8 миллионов. В общем, мы все это видели. Есть видео. Много говорилось о том, что мы не обвиняем всех людей, которые выходили на акции протеста, в том, что они делали это за деньги. Но не так работает технология, не так делается картинка, создается костяк, профессиональный костяк, которым платятся деньги, которые финансируются, все остальное нанизывается на это. Вот таких сегодня видеофайлов уже много. Ну, так вот, например, не помню, по-моему, это Гомель. Ну, передача денег, мы видели и другие файлы, имела место. Ну и то, что это криптовалюта, конечно, говорит о том, что бороться с этим, в общем-то, не очень просто. Одно дело в чемоданах, через границу. Другое дело, как создать кошельки себе где-то на каких-то там каймановых. Дело в том, что вообще сама криптовалюта, ведь это законодательная база во многих странах вообще отсутствует. В Беларуси та законодательная база, которая в 2017 году была декретом номер 8 предусмотрена, ее тоже нельзя назвать полностью обеспечивающей прозрачность на сегодняшний день, к сожалению. Потому что она должна развиваться, естественно. Но то, что криптовалюту называют одним из самых коррупционных, ну, использования методов оплаты, ну, к сожалению, это так, как с огромной волатильностью, самую коррупционную и самую необеспеченную ничем, цена которой зависит от спроса и предложения. Именно поэтому она удобна, очень удобна. Соответственно, мы должны понимать, почему ее используют. Момент важный. Что такое финансовая прачка, помойка, да, финкомпания. Многие знают, слышали, и ДФР этим занималась на постоянку. Просто появился новый инструмент, и надо, как в свое время Министерство внутренних дел по наркотикам сделало, универсальные законы. То же самое должно предусматриваться в отношении криптовалюты. Это дело в том, что проблема всего мира. Почему ни одна страна, по-моему, кроме Сальвадора, да, не разрешила использовать криптовалюту в качестве платежного средства, имеется в виду. Но опять в этой истории, насколько я понимаю, засветились НКО. Да еще Нигерия вот на прошлой неделе. А, ну да, были, да. Когда сейчас крик поднимается там на Западе и среди наших, так сказать, альтернативных по поводу наезда некоторые НКО, но, извините, когда государство восстанавливает цепь от вот этого дяди с шариками, который получил 10 долларов, до тех, кому ему передал, и кто ему передал, и дальше НКО и Западный фонд, то, конечно, к этому НКО будут вопросы. И таких вопросов много. Чего греха таить? Мы сами вертимся, так сказать, в этой среде, а там очень много НКО, которые связаны с медийными людьми. Да что тут скрывать? С журналистами, бывшими независимыми, мы знаем, как они частично или полностью финансируются из всех этих фондов, как они получают деньги, как они в пустых бланках расписывались, да, и в результате некоторые себе дома построили. Поэтому, ну, имело место, и сейчас имеют проблемы с законом. И будут иметь. Дело в том, что у кого-то возникает иллюзия, что вот этот цифровой мир, он скрыт, да, он скрыт вот нашего сегодняшнего взгляда, но он абсолютно открыт для специалистов. И цифровые следы остаются и гораздо заметнее, если знать технологии, чем следы вот в обычной жизни. Ну и в самом завершении программы, тоже тему, которую нельзя обойти, тенденция Дмитрия Александровича, открою речь о Facebook, который вчера вдруг получил, компания, имею в виду себе новое название, мета, зачем это сделал, не знаем, есть, наверное, какая-то логика, но Facebook вроде бы останется Facebook. Это про накаты на социальные сети, мы уже видели в западных странах, как по мне, так идет самый натуральный отжим, или отжим Facebook у его хозяев, ну, естественно, его никто не заберет, но к ногтю, мне кажется, прижмут. Ну, сначала появился в сети слив документов, внутренних документов Facebook, как показали недавнее разоблачение Facebook, сотрудники компании анализировали алгоритмы этой социальной сети и были в курсе того, что сообщения, содержащие ненависть, идут на пользу их бизнесу. Кроме того, авторы внутреннего расследования утверждали, что из сети удаляется только 5% нежелательного контента, а не 94%, как уверял Марк Цукерберг в Конгрессе. Помните, это уже не первый наезд на него, но речь идет о том, что в помойку превращается Facebook в рассадник ненависти торговли людьми и типа этого, но мы с этим сталкивались в Беларуси, и Facebook делает вид, что с этим что-то делает, на самом деле ничего не делает, потому что это приносит хайп и приносит деньги. Но этим не завершилось, классическая американская история случилась, Цукерберг и его жена стали фигурантами иска о домогательствах. Иски подали сотрудники, работавшие в компаниях, которые обслуживают семью Цукербергов. Обвинения непосредственно против Facebook, основателя компании его жены, в исках нет. Но мы-то вдруг подумали, что вот американская власть взялась, так сказать, за социальные сети, может, до Телеграма доберутся, начнут удалять эти страницы, но все, в общем-то, далеко не так. Есть целый перечень претензий, которые имелись к Facebook. И здесь интересные вещи, которые, по-моему, раскрывают глаза на то, почему демократы придрались к Facebook. Facebook декларировал борьбу с теориями заговора как одну из своих главных задач, констатируется. Но отчет 2019 года показал, что тестовый аккаунт жительницы США консервативный взглядов стал получать информацию о конспирологическом движении уже через два дня после создания. То есть ты зарегистрировался в Facebook, и тебе тут же какие-то конспирологические версии, теории подбрасывают. Это не очень нравится демократической партии. Дальше. Перед выборами президента США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией. Но сразу после выборов многие инструменты контроля были отключены. Хотя сотрудники предупреждали, что в соцсети распространяются слухи о фальсификации на выборах. И выходят посты с подстрекательством к насилию. Таким образом, нам становится известно, что у демократов есть главная претензия к Facebook. Там рассадник сторонников Трампа. Создаются группы с многомиллионными подписками в его защиту. И вообще слишком много рассуждают по поводу того, что Трамп на самом деле выиграл выборы, а Джо Байден проиграл. Ну, в результате появляется классика американской политики. Сексуальный скандал. Здорово. Здорово. Это история. Как мне кажется, скоро мы увидим какие-то изменения в политике Facebook. Но они, не сомневайтесь, будут касаться только Соединенных Штатов Америки. Нельзя будет критиковать только выборы в США и в Германии. Как Google. Себе все, врагам закон. А вот в Беларусь можно будет... Это только два выхода после объявления харассмента в отношении его. Он либо, как Борис Джонсон, отмажется, когда в 2019 году к нему приеменили, да? Либо, как Плассито Доминго, вынужден будет сдать бизнес. Ну, может быть. Посмотрим. Посмотрим, чем там завершится. Это был клуб редакторов на Беларусь 1 и Беларусь 24. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в эту студию. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин